Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья и я отвечаю на детские и не только вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Елены, 30 лет, не совсем детский возраст, конечно, и это вопрос про львов. Зачем льву нужна грива? Неужели львица ее недостойна? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, львы это особый вид кошек, они принадлежат к роду пантера, и только у этого вида мы можем встретить такой удивительный половой деморфизм, когда самец и самка отличаются очень сильно, и взрослого самца, безусловно, мы узнаем по гриве. То есть грива это отличительное свойство взрослого животного мужского рода. Почему так? Ну, наверное, чтобы это понять, нужно вспомнить, какой образ жизни ведут львы, потому что львы это удивительные совершенно кошки, пожалуй, это самые социальные из всех кошек, которые вообще, в принципе, на земле встречаются. Если в основном кошки это животные-одиночки, которые встречаются лишь в брачный период на короткое время, то львы живут в природе, как правило, группами. Группы эти называются прайды. Прайд довольно сложно устроен. В прайде есть 2-3 взрослых самца, несколько самок, ну, чаще всего 5-6, молодые животные и детеныши. Причем интересно, что часто самки внутри прайда все являются родственниками друг другу, но не родственны самцам. Самцы могут состоять друг с другом в родстве, но быть не родственными самками. В прайде существует строгая иерархия. Есть самый главный лев, есть подчиненные ему львы, ну а дальше в иерархии находятся самки и детеныши. Жизнь прайда непроста, у прайда достаточно большая территория, это охотничьи угодья, на которые самец и самцы этого прайда стараются не допустить других животных своего вида. То есть в обязанности львов стоит охрана территории, поэтому они часто держатся по периферии и смотрят за тем, чтобы никто на их территорию не зашел. И если вдруг появляется чужак, они должны его прогнать и иногда вступают в довольно ожесточенные поединки с такими вот приблудными другими львами. Но понятное дело, львы охраняют территорию, а вот охотой в основном в прайде занимаются самки. Причем самки это делают коллективно. И часто бывает, что у каждой самки в прайде есть своя конкретно роль во время охоты. Ну например, одна загоняет, другая сидит в засаде и так далее. И вот благодаря такой специализации каждая самка оттачивает свое мастерство и все вместе, сообща, они действуют наилучшим образом. Такая коллективная охота помогает львам, львицам справиться даже с довольно крупной добычей. А их основная добыча это крупные копытные животные, такие, например, как зебры или антилопы. Догнать таких животных такую добычу непросто, но особенно львам, ведь львы, скажем прямо, не самые быстробегущие животные. Почему не охотится лев? Ну, во-первых, самки легче, они миниатюрнее, чем львы, они более подвижные. И кроме того, львам, конечно, мешает вот эта огромная грива, которая украшает, венчает их голову. С одной стороны, да, это очень красиво, это сразу выделяет льва, не случайно его называют царем зверей. А с другой стороны, такая грива, она очень большая, тяжелая, она темная часто, особенно у взрослых животных. И, конечно, с такой гривой охотиться, пожалуй, бывает сложно. Иногда охотятся и львы, но в коллективных охотах они не участвуют, они охотятся индивидуально. Не все львы живут в прайдах. В некоторых случаях бывает, что особенно молодые животные, молодые самцы образуют такие коалиции по нескольку животных и являются такими своеобразными бродягами. Они не имеют своей территории, просто вот ходят в разных местах и охотятся как получится. Так вот, вернемся к тому, зачем львам грива. Совершенно точно было выяснено, что самки предпочитают самцов с более густой и более темной гривой. Дело в том, что грива меняется с возрастом самца. Вообще грива начинает отрастать примерно в полгода. Но у совсем молодых животных нет гривы. Потом она появляется, но еще редкая и светлая. И только с возрастом она становится такой густой, длинной и темной. Соответственно, вот такие самцы с темной гривой считаются наиболее предпочтительными продолжателями рода у самок. Поэтому в данном случае трудно сказать, недостойна ли самка гривы. Ну, наверное, достойна самца с такой красивой гривой, потому что самой самке, в принципе-то, грива и не нужна. Мало того, грива, как мы уже с вами говорили, она на самом деле не всегда удобна и полезна. Но за все в этой жизни приходится платить. Если хочешь быть главным львом, приходится носить такое очень красивое, но не очень удобное украшение. Надо сказать, что иногда, крайне редко, бывают случаи, когда грива вырастает и у самок. Дело в том, что рост грива связан с мужским гормоном, тестостероном. И в некоторых случаях, когда у самок повышен уровень тестостерона, у них тоже может вырасти грива. Такие случаи отмечены, например, в национальных парках в Уганде, когда действительно встречаются самки с гривами. Ну что ж, я надеюсь, Елена, я ответила на ваш вопрос. Присылайте нам свои новые вопросы, не забывайте подписываться на наш канал и приходить к нам в музей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok